Мурманск Мурманский кубок по что где когда. Впрочем, иностранные знатоки в играх участвовали дистанционно по видеосвязи. Подробности в программе Городские хроники. Город готовится к сезону паводков. Пока что таяние снега, сдерживают легкие морозы, но до продолжительных ходитепеля осталось не так и много. Нужно быть начеку, ведь эта зима рекордная в отношении объема выпавшего снега. Именно поэтому администрация города организовала штаб принять участие, пригласили представителей управляющих компаний. Мы должны подготовить ливневую канализацию, и мы уже приступили к ее подготовке там, где это возможно. У нас созданы три аварийной бригады, 35 человек. У нас есть 15 единиц техники в рамках этих аварийных бригад, и еще больше 40 единиц техники, готовые на случай чрезвычайной ситуации. И еще целый ряд мер, целый комплекс мер будут выработаны и по результатам сегодняшней комиссии, и по результатам работы следующих правотивопаводковых комиссий. На заседание ввели дополнительный комплекс противопаводковых мер. Управляющим компаниям рекомендовано отнестись к работе ответственно и предотвратить затопление преддомовых территорий и подвалов. Сложности есть в Октябрьском районе, допустим, на Маклаково, и часть домов в Перламайском районе, потому что рельеф местности сам в себе предразумевает паводок. Там, где дома находятся на сопках или в низинах, ну, просто заранее готовятся, как вывозить снег, вот, и, в принципе, проблем не будет. Обслуживанием городской системы ливневок занимается управление дорожного хозяйства. Информация о паводковой обстановке аккумулируется в дежурной диспетчерской службе. Что касается мер воздействия на коммунальные организации, то они остаются прежними. Большая часть управляющих компаний слушает. Сейчас выработана практика, которая уже устоялась у нас в суде. Практика связана с наказанием управляющих организаций в случае неисполнения наших требований. Мы составляем протоколы, акты и, соответственно, проводим через административную комиссию, накладываем штрафы на должностные лица. Вместе с тем пока продолжаются снегопады и метели, а потому снег во дворах пребывает. В таких условиях управляющим компаниям необходимо не только очищать проезды, избивать сосульки из кровель домов, но и интенсивно вывозить снег, а также очищать забившиеся канализационные коллекторы. Эти меры позволят избежать затопления дворов, как только потеплеет. Сложностей никаких нет. Объясняю почему. Потому что в течение всего периода зимы, когда были снегопады, мы своевременно убирали. И уже практически из фонда весь снег вывезен. Но сегодня вот 96 машин, 24 кубов. Уже минимально осталось. Поэтому повадок не грозит. Мы знаем свои проблемные места по фонду, где у нас есть ливневые колодцы. Мы их уже очистили. То есть все материалы, все подготовлено. Мы не первый год работаем, поэтому все знаем. Что же касается городских служб, то они борются с последствиями непогоды круглосуточно. За один день из улиц города вывозят около 8 тысяч кубометров снега. На линии трудятся более 200 спецмашин и столько же сотрудников предприятия, которые очищают тротуары и магистрали вручную. Пару дней оттепели показали, что пора приступать уже к паводкам мероприятия. И сформированы в каждом округе бригады, которые в первую очередь начинают механизированным способом открывать лотки. И уже ручным способом чистим их до нормативного состояния. Парк техники УДХ постоянно растет и обновляется, что помогает значительно повысить эффективность работы. Получили 26 единиц техники. Это 20 из них щетки на базе трактора МТЗ. То есть это полноценный трактор, это плужно-щеточная техника, которая подметает город. И плюс к ним парк пополнился шестью новыми самосвалами, которые в ближайшее время планируем выпустить уже на уборку города. Важно, что большинство машин легко трансформируются под любой сезон работы и использовать их можно круглогодично. Всего в управлении Дорожного хозяйства Мурманска трудится 600 человек, но рук не хватает. На работу в муниципальные предприятия приглашают водителей механизаторов. Из 20 тракторов 10 уже на линии, 10 дополнительно будут введены в эксплуатацию, уже выдав на линию в течение двух недель. Это как раз связано с комплектованием механизаторами. Но ни одна уборка снега живет в Мурманск. Кашельцы сгоревшего дома на улице Володарского 10 возвращаются в свои квартиры. Ремонтно-восстановительные работы практически завершены. Семья Назаровых спустя два года наконец-то вернулась домой. Все это время они вместе с детьми жили в маневренном фонде, пока их и соседние квартиры восстанавливали после пожара. Конечно, они рады, что все завершилось хорошо, но тот страшный день навсегда останется в их памяти. Не было ничего. Даже паркет был весь перемешан с вещами. Вот если брать третий, четвертый наш этаж, у нас одна комната полностью была выгоревшая и ее не было. То есть мы с четвертого этажа, а мы все до второго видели. Уже пять из восьми пострадавших квартир полностью восстановлены и возвращены владельцам. Стоит отметить, что прежде чем заселиться в них, вновь жильцам предстоит сделать косметический ремонт. Помимо квартир также был полностью восстановлен подъезд, отремонтирована кровля, проведен монтаж системы газоснабжения. Это первый аварийный дом после таких очень излучаемых ситуаций, которые мы восстанавливали совместно с фондом капитального ремонта. То есть часть работ здесь выполнена муниципалитетом, часть работ, в частности сети, значит, обогревательные приборы, это все было восстанавливалось фондом капитального ремонта. Нестабильная погода, при которой кратковременные отепели сменяются заморозками и даже в пандемии коронавируса не помешали организовать в Мурманске кубок по что, где, когда. Но безопасность превыше всего, именно поэтому в целях предотвращения заражения перед началом интеллектуальных игр за кубок Арктики всем гостям и участникам измеряли температуру. Также им предоставляли обеззараживающие средства. Что касается списка участников, то его пришлось изменить. Те представители команд иностранных государств, которые должны были участвовать, были исключены из игры и дополнены теми командами, которые были в листе ожидания. Однако некоторым знатокам из Белоруссии и Латвии разрешили побороться за кубок, но удаленно по видеосвязи. Всего в этот раз в «Мозговом штурме» участвовали 52 команды. Я не знаю, какие будут вопросы, на что, где, когда. Это самое главное. На брейн-ринге вопросы всегда простые и интересные, поэтому здесь ничем не выделяется кубок Арктики конкретных вопросов. Самое главное – это люди, которые приезжают играть всегда. Нам очень понравился этот турнир. Очень много гостей, интересные команды, которые в рейтинге занимают очень высокие места, поэтому приятно играть с такой, конечно, конкуренцией, смотреть уровень других игроков – это здорово. Что особенно приятно, наш заполярный турнир с каждым годом становится все популярнее. Несмотря на отсутствие иностранных команд, он стал примечательным приездом известных по телеиграм знатоков. Во-первых, отрадно, что Мурманск принимает очередной турнир по интеллектуальным играм. И очень много команд приехало, настроение замечательное. И мы говорим, действительно приятно, что город Мурманск становится центром вот таких игр. И желающих приехать очень много. Но ожидания большинства мурманчан не оправдались. Главные знатоки из Заполярья, команда «Норманы» не смогли обыграть противников. А это значит, что их участие в чемпионате России теперь под вопросом. Вот в этом году Кубок Арктики оказался довольно популярен среди российских команд, среди сильных. Они приехали гурьбой и опустили нас по списку, так скажем. Это влияет на выход на чемпионат России. Теперь нужно будет искать какие-то другие пути выхода на него. По итогам соревнований победителям в игре «Что, где, когда» стала команда сборной Кирибати из Санкт-Петербурга. Один из ее участников, кстати, редактор программы «Своя игра». Человек, который любит читать и делать выводы из прочитанного и сопоставлять факты, мне кажется, должен увлечься этой игрой. В Мурманске вообще очень сильное движение, очень массовое. Собственно, мурманских команд здесь было, наверное, подавляющее большинство. А вот команда «Гвардия» из Москвы победила в своей игре «Бринринге» и заняла второе место по «Что, где, когда». Также они стали абсолютными чемпионами турнира и обладателями Кубка Арктики. Но при этом знатоки говорят, что могли выступить еще лучше. Все очень здорово организовано. Нам все понравилось. Чуть-чуть мы могли бы лучше сыграть сегодня. Но наши оппоненты были сильнее нас. В целом, все здорово. Турнир Кубок Арктики 2020 завершен. Что же касается наших интеллектуалов, у них будет еще не один шанс на реванш. Редактор субтитров А.Семкин